Галоны подарунки до Нового года детям. На этот раз не цацкие присмаки. Хлопчикам и девушинкам подарили целую школу. И она находится в агрогородке Радуга, что в Ветковском районе. И сегодня тут новоселье. Обновленный после реконструкции будинок, урочист открылся за несколько дней до зимовых каникул. Как изменила свое обличие школы, доведилась Марина Джалая. До урочистостей по године. Для нашей здимышной бригады индивидуальная экскурсия. Директор Алла Ютухова с гонором и хваляванием рассказывает об тем, с какой нетерпливостью чекали завершения реконструкции. Вот тут кабинет психологичной разгрузки. Працовать с детьми, психологу и социальному педагогу в аутульной обстановце будет больше комфортно и эффективно. Ранее не было и наставницкое кабинета директора актовой залы. А, например, в спортивную залу и столовую доводилось ходить по улице. Зараз все помешкания школы злучшены помеж собой. У планах на будущее – стадион. У нас будет современное оборудование в актовом зале, музыкальный центр, микрофоны со стойками. То, о чем мечтали дети. То есть, говорят, под Новый год сбываются все мечты, и в наших детей они тоже сбудутся. Но самое главное предназначение этого здания, которое открылось, оно соединит сразу три здания. Зазираем у кабинет до третьеклассников. Детей не шмат, некоторые поехали отпочивать у Италии по так званой «Чарнобыльской программе». Хлопчикам и девочинкам все не складано концентроваться на уроках. У них так само свято. Маленькие новоселы не хавают эмоций от прыгожости новой школы. Дети, скажите, нравится вам новая школа? Да! А что больше всего нравится? Да, какие. Классы у Радужской школы невеликие. От шести до пятнадцати в Учнеу. С пятого по одиннадцатый тут учатся еще и дети суседнего агрогородка Новоселки. У всех в школе 109 детей. Ледяк учить тому, что Радуга развивается, обшим у Тымлику свечить и жилевое будовництво, в Учнеу в школе с техом часу станет больше. Принять установа, возможно, до 200 хлопчиков и девочинок. Мы очень довольны, что в преддверии Нового года нам удалось осуществить нашу давнюю мечту отремонтировать старый корпус Радужской средней школы. В средней школе в Радуге учатся 109 человек. И были определенные проблемы с помещениями. Теперь много созданных дополнительных классов. Будынок школы 1965 года не отповедал сучасным потребованиям. Тому было принято решение о будовництве и реконструкции объекта у три этапы. Первый – это прибудова до старого будынка Харшблока. Другий – заявление нового навучального корпуса. Третий – реконструкция старого будынка. А последний этап продолжился полторы годы. На будовнищие работы было выдатковано свыше 2 млн рублев. Для подарунки на этом не закончились. До областного виконавчика комитета школа отримала сертификат на покупку музычной аппаратуры. От Ветковского райвыконкама, телевизоры и от будовнищей организации два теннисные столы. Сегодня открытие школы и украсит этот поселок, городок. В следующем году мы приступаем к кишодной школе на селе, в Крымянском районе строительства, в реконструкции. Поэтому процесс идет. Я уже не говорю про большие города, которые сегодня требуют строительства школ и детских дошкольных учреждений. Так само в планах региона на наступный год будовництва школы в 21-м микрорайоне Гомеля и детячего сада у Мазыры. Марина Джалая, Валерий Гапанько, отель радиокомпания Гомель, Зветковского района.